доброго времени суток мы в мастерской волшебника и мага который умеет и может все вот хотел продемонстрировать вот этот агрегат для как он называется для чего он применяется ну как-то интуитивно понятно что если здесь вот находится вот этот стаканчик находится баночка то можно догадаться для чего то есть по внешнему виду вы догадываетесь что из этого всего можно сделать наше видео и съемка происходит под болгарскую музыку потому что в соседний цех завезли новые диски для болгарки поэтому под болгарскую музыку будем сейчас осветлять вот этот аппарат значит агрегат предназначен для изготовления вот всего того что запечатывается в такие вот емкости то есть емкость может быть разная для этого агрегата в зависимости от того что нужно запаивать где это может быть пол-литровая емкость это может быть вот такая емкость принципиально только меняется сама подставочка приблизительно выглядит это вот таким вот образом это подставляется под запайщик и сверху припаивается вот как на йогуртах припается вот такая фольга с каким-то фирмовым брендовым знаком и вот такие вот вещи относительно агрегата что можно сказать какие-то тут преимущества вот этого агрегата я не техник то есть что здесь нового применили какие технологии какие-то такие вещи которые полностью работает в автоматическом режиме значит вот это идет прессовальный сам агрегат то есть он пневматический пневматический то есть автоматика срабатывает и он впечатывать и опускать и подымают да то есть здесь нету никаких рычагов то есть нету ручной нажимаете на кнопку то есть кнопка пуска сам пуск происходит ну вот эта сеть понятная ага вот здесь кнопка пуска кнопка пуска нажимается, подставляется приблизительно выглядит так поставляется сюда, нажимается кнопка пуска, ну в связи с тем, что у нас в данный момент нету лишних вот этих материалов поэтому в рабочем состоянии не можем показать, но если будет необходимо, можем и показать, правильно? Если кому-то не нужен будет аппарат значит задвигается в это время скажем, ассистент или как готовят в другую или подготовлено какое-то количество вот этих задвигается, нажимается кнопка припаивается и пошел в следующий агрегат, здесь можно менять температуру спайки в зависимости от материала, который используется, правильно для спайки? Вот это, здесь вижу электронный какой-то циферблат что вот это? Это электронный контроллер контролирует температуру с точностью до 1 градуса С точностью до 1 градуса можно управлять температурой и временем спайки Ага, то есть здесь устанавливается температура самого нагревательного элемента а здесь время время и температура очень такая вот удивительная удивительная возможность регулировать саму температуру чтобы не переплавить и время Вот, как обычно Обычно в этих аппаратах я, насколько знаю, используется просто временной датчик там без без этих самых без температурных вот этих регуляторов Да, и теперь относительно еще одной вещи которой хотелось бы что-то еще про... А, вот Это вообще уникальная возможность можно ставить вот... Банку Да, можно делать защитные мембраны для для стеклянных банок То есть не только на пластиковую посуду а для стеклянных банок тоже можно сделать предохранительную мембрану То есть мембрана сюда ставится и это все можно... Да, в дальнейшем закрывается крышечкой И как было в предыдущем видео в принципе при большом желании самого заказчика есть возможность сделать и вакуум-экстракцию воздуха при самой спайке То есть даже можно делать то же самое упаковку каких-то материалов которые требуют вакуумного хранения То есть можно выкачивать воздух и запаивать это под фольгу То есть возможность есть даже сделать вот такой агрегат Поэтому по вопросам заказа приобретения вот таких вот агрегатов обращайтесь по контактным данным указанными под этим видео И И что? И вроде пока все Так что Да, а также по заказу каких-то нестандартных технических решений которые необходимы в производстве можете обращаться по телефону под этим видео в описании к этому видео Я не могу Я не могу Продолжение следует...